Всем привет! Меня зовут Эльмира Абасова. Это шоу «Звезды и семья». И сегодня у нас в гостях легендарная артистка Лена Катина. Лен, привет! Очень рада тебя видеть. Привет, взаимно. Ты стала мамой во второй раз. Расскажи о своих ощущениях, поделись. Сейчас ребенку уже 5 месяцев, ну, 6 скоро. И, конечно, это и бессонные ночи, и крики, и вот это все заново окунуться вот в эту атмосферу младенца в семье. Это было непростым, так скажем, решением. Но, тем не менее, какой-то определенный кайф от этого я, естественно, испытываю. Потому что второй ребенок, конечно, это совершенно другая история. Уже меньше гораздо нервничаешь, знаешь, потому что, ну, вот сейчас будет так-то, потом вот так. В общем, знаешь, чего ожидать. Поэтому, конечно, все это переживается проще гораздо. Ну, и потом такое маленькое чудо чудесное. У меня малыш ходит все время и говорит, господи, ну, как вообще? Ну, это же правда чудо. Вот так вот раз люди там любят друг друга, а потом вот из такого зернышка вырастает вот такой человек. Это действительно классные ощущения. Я, честно говоря, не планировала становиться мамой после первого ребенка. Он мне дался очень тяжело. Но вот так сложились обстоятельства и жизни, что сейчас я мама во второй раз, у меня второй сын. Хотя я, честно говоря, рассчитывала на дочку. Но Боженька, видимо, решил, что все-таки я мама сыновей. Мы тебя от всей души поздравляем. Спасибо. Расскажи, ты тратишь все время сейчас на семью, на творчество, на работу. А отдыхать успеваешь? Ну, так скажем, я сейчас почти не трачу время на творчество и на работу. Я решила, что дам себе это время побыть именно мамой-мамой и уделить это время сыну маленькому и сыну большому. Это больше строгая мама или добрая? Или по ситуации? Я считаю, что я достаточно строгая мама. Но если задать этот вопрос Сашке, то он говорит, что я вообще не строгая. Но я считаю, что я строгая. Нет, конечно, все зависит от ситуации. Я и наказываю, естественно. Ну, как наказываю? Не ремнем по попе, там. Физическое насилие у меня вообще отсутствует полностью в семье. Это тоже еще один аспект, который я считаю, что до сих пор люди почему-то думают, что дать по заднице ребенку это нормально. Ну, как бы, ну, не знаю, для меня это не очень нормально, прямо скажем. Я забираю, ну, лишаю его чего-то. Я могу лишить десерта или лишить телефона, поскольку он уже 8 лет. Естественно, у него есть мобильный телефон. То есть я его лишаю телефона, забираю у него там на несколько дней. Ну, в зависимости от ситуации, да. Или лишаю его каких-то хотелок. То есть вот он хотел пойти, ну, предположим, в зоопарк. Говорю, вот ты хотел пойти в зоопарк. Я планировала с тобой пойти, мы договаривались. Но теперь мы не пойдем, потому что вот у тебя поведение. Давай, или ты его исправляешь. Я вижу, что ты исправился, делаешь все как нужно. И тогда мы идем с тобой в зоопарк. Но сейчас мы не пойдем. Хотя могли бы. Ну, то есть вот как-то так. Лена, так как у тебя двое детей, и ты мама уже на опыте, я предлагаю поиграть в рубрику «Накажу или прощу». Как раз мы с тобой разговаривали про наказание. Смотри, здесь бумажечки. Хорошо. Ты тянешь, и скажи, как ты повела бы себя в этой ситуации с детьми. Ага, хорошо. Получил пятерку за контрольную работу, но признался, что списал. Ой, вообще все равно. Это же хочешь жить, умей вертеться. Туда. И вообще для меня отметки – это не показатель. То есть я всегда говорю ему, Саша, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы ты приносил домой хорошие отметки. Но самое главное, чтобы ты понимал. Мне не важно, три. У него три баны и есть. Я не ругаю. Я не ругаю за отметки. И двойки бывали. Нет, не по барабану. Главное, что ты получил два, потому что не знал. Значит, нужно выучить. Все. Отстричь девочке косичка в школе на уроке труда. Здесь зависит от того, специально или случайно. Вот если специально. То есть если специально отстричь, я, конечно, да, буду ругаться и заставлю извиняться. Как минимум. И сама буду извиняться и как-то, не знаю, заглаживать ситуацию. Да, за это он получит. Так, услышала, как твой ребенок нецензурно выражается. Слушайте, ну это возраст такой. На самом деле я говорю с ним на эту тему. Ну, естественно, он употребляет нецензурные выражения с завидной регулярностью, к моему большому сожалению. Но, во-первых, я считаю, что эти слова нужно знать. Ну, потому что мы живем в России, мы русские. Это отдельный язык совершенно. На нем люди некоторые даже разговаривают. Во-вторых, я, конечно, всегда ему внушаю, что зависит от ситуации. То есть если ты снимаешь какое-то видео и в видео нецензурно выражаешься, лучше этого не делать. Потому что твое видео могут посмотреть дети маленькие, а им еще рано знать такие слова. В школе, да, с учителями, когда ты общаешься со взрослыми. Я говорю, при мне... Ну, то есть, да, я тоже, простите, бывает, выражаюсь нецензурно. Такое бы мне 40 лет. Я вполне могу периодически что-нибудь уляпнуть. Но в какой-то острой ситуации. И у нас бывали случаи, когда Саша такой... Мам, а вот ты говорила, что нельзя, а сама вот выражаешься. Я говорю, Саша, ну это вот такая ситуация бывает. Да, в острой ситуации иногда что-то проскальзывает. Так, выгнали с урока, потому что слушал не учителя, а песни Лены Катиной в наушниках. Ну, значит, наушники будут ликвидированы. А песни Лены Катиной будут включаться исключительно в домашней обстановке. Ну я как-то, да, нет, ребенок подрался. О, с мальчиками это вообще, это постоянная история. Во-первых, главное, чтобы он не подрался с девочкой. То есть вот здесь у меня четко. Я всегда говорю младших, тех, кто слабее, и девочек. Не драться. А то, что он дерется с разными мальчишками, но это мальчишки, они дерутся. Главное, чтобы не калечили друг друга. И я, конечно, всегда говорю, первое, первое, не начинать. Второе, нужно всегда взвешивать, насколько это заслуживает физического насилия ситуация. Если тебя начали бить, защищай себя, дерись. Конечно. То есть тебя ударили, ударь в ответ. Вообще не колышет. И желательно посильнее, и побольше. Если тебя обозвали за обзывательство, ну, обзови в ответ. Не надо бить в ответ. Лен, давай сейчас поговорим о твоем творчестве. Расскажи, есть ли какие-то проекты, песни, над которыми ты работаешь, или ты больше времени посвящаешь семье сейчас? Акцент больше на семью. Сейчас я полностью вообще ушла в семью, но во время беременности мы сняли три клипа, где, собственно, кстати, снимался, ну, в одном из клипов снимался мой муж. Это была первая его такая актерская работа. Получилось очень здорово и органично. Два из них уже вышло. Третий мы изначально планировали выпускать осенью, но что-то пошло не так. В общем, скорее всего, будем выпускать уже весной. Не так у меня... Я успела записать... Еще до беременности успела записать эпишку. Называется она «Манекен». Она уже вышла. Но потом наступила беременность. И я как особенно даже вот ни одной песни, по-моему, насколько я помню... Ну, сама понимаешь, беременность – это такое время, когда очень многое упускается из виду и не запоминается. Я сейчас до сих пор говорю, что у меня плацента в голове еще пока не растворилась. Есть немножко какое-то такое подтупливание и забывчивость. Не исполняла еще вот так с большой сцены эти песни. Ну, такси только я исполняла, да. Вот первую, на которую как раз первый был клип. И по клипам у нас интересная история. Это трилогия такая. И что еще более интересно, их снял один и тот же режиссер, Костя Черепков. И во всех трех я беременна. То есть первый клип мы снимали как раз в украд... А, вот я к тебе приходила на передачу. Да. Когда я в гримёрке сидела и говорила, что-то мне кажется, мне нужно сделать тест на беременность. У меня тогда уже, ну, почти была уверена в том, что это произошло. Вот тогда мы снимали клип. Я еще не знала, что я беременна, но была уже внутренне знала. То есть подтверждения у меня этого не было. По-моему, 29 октября у нас были съемки. Или, да, 29 или 30. Что-то вот в конце октября. А 2 или 3 ноября я сделала тест. Вот. Потом мы сняли еще один клип. Белла Чао. Это вот как раз где снимался мой муж. И мы его выпустили. И вот третий мы сняли еще один клип, который еще пока не вышел в свет, но буду выпускать психологическую историю. Лена, смотри, у нас есть такой челлендж. Запеленай Дашу. Даша, это наша куколка телеканала. Ага. И дай посмотрим, за сколько ты сможешь ее запеленать на время. Давай, раз, два, три. Так. Дашенька, сейчас все будет хорошо, дружочек. Успокойся. Не плачь. Все будет хорошо. Сейчас мы тебе запеленаем. И вот это, по-моему, как-то вот так. Ой, как быстро. Вот как-то так. Вот. Все, осталось 19 секунд. Очень быстро. Мне пора к ребенку. Я не могу. У меня сразу... Мы тебя отпускаем. Блин, спасибо тебе большое за интервью. Это было очень классно и позитивно. Столько всего узнали. И я, и наши зрители. Спасибо тебе большое. А с вами была Альмира Абасова. И вы смотрели самое милое и уютное шоу «Звездная семья». До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok